Фатима 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 Перед курсом Меч Соломона я неожиданно для себя купила квартиру. Хотя и не помышляла, считая это нереальным. Думала, что это возможно кому-то, но не мне. Я откладывала деньги на стоматолога, на поездку, на житейские нужды. Но вдруг доллар начал подниматься. И до меня дошло, что свои накопления я могу рассматривать как первоначальный взнос на квартиру. Я обратилась в банк за недостающей суммой. Я пенсионерка, банк пенсионерам много не дает. Но я нашла квартиру в новостройке именно за эту сумму, которая у меня сложилась. И только я оформила все документы, на следующий день начался курс Меч Соломона. Сейчас вспоминаю весь путь и сама не понимаю, как это все могло произойти, как умножились мои деньги. Муж даже ничего не знал. Это были мои личные сбережения. Благодарю Андрея. Это он создал волну приобретения жилья. Благодарю. Все обстоятельства, которые были мне во благо. Преломляю. Раздаю. Пять-шесть вещей в одни руки. Как будто все влюбились в мой бренд. До курса покупки были редкими. И в основном под заказ. Приобрела классные серебряные манекены для шоурума. Очень хотела их. Вышла на Wildberries. Стали возвращаться старые клиенты. Заказывать снова и говорить, как им классно в моей одежде. Как нравится качество ткани. И что это их любимые наряды. Носят не снимая. Раньше, заходя, говорили. А, у вас тут распродажа. А сейчас говорят. О, у вас тут бутик. К моим клиентам подходят незнакомые люди и спрашивают. Где вы взяли эту одежду? И как переводится этот бренд? И потом также заказывают себе. А еще я подала на регистрацию товарного знака. Бренда. Давно хотела. Спасибо за курс. Пожар. Хочу рассказать о славе отца. Я наблюдалась у врачей по поводу хронической железодефицитной анемии всю земную жизнь. При норме гемоглобина 120 у меня всегда были цифры ниже нормы. И вот, находясь в небесной цивилизации, я избавилась от этой декорации. Есть подтверждающий анализ крови. Аллилуйя. Благодарю тебя, Отец. И это не единственная декорация, от которой я избавилась, находясь в небесной цивилизации. Не хочу даже перечислять, но их было много. Еще недавно заметила. Когда делаю утреннюю гимнастику, то мои коленные суставы перестали хрустеть, как раньше. Теперь они напитаны елеем, маслом небесным, медом, молоком. И все мои кости и суставы ликуют и торжествуют. Спасибо, Отец. Отец, ты такой Отец. Марина. У меня совсем недавно была непростая ситуация. Наверное, дней 10 я не могла понять, что мне с этим делать. Уже начали посещать мысли, что я хочу уйти к Отцу. Но самое страшное, что мое пребывание в небесной цивилизации дало мне понимание, что уходить-то и некуда. Это вообще был полный тупик. Я кричала, рыдала, обращаясь к Отцу. Что мне делать? Что со мной не так? За несколько месяцев во всех сферах жизни ситуация не только не улучшилась, а очень сильно ухудшилась. Не хотелось рассказывать, но я даже разозлилась на какой-то эфир пастора Андрея и хотела выйти из всех чатов НЦ. И вдруг, теперь уже понятно, что не вдруг, мне попалась в виде пастора воскресший смех. И когда они говорили, что теперь я точно буду смеяться, я с сарказмом отвечала. Да, конечно. Но когда Андрей сказал, говори просто «Ха-ха», я со злостью, слезами и соплями стала говорить это «Ха-ха». Рыдала, кричала, но вместе с «Ха-ха». И свидетельствую, в какой-то момент времени рыдать и злиться я перестала. Пришло умиротворение и спокойствие. И я, зайдя на какой-то из сайтов Андрея, нашла еще видео на эту тему. И с этого момента у меня что-то переключилось. Я смеюсь уже пару недель. Хотя до этого уже много лет я разучилась радоваться и смеяться. Все не спешила свидетельствовать об этом. Ведь особо в жизни ситуации не поменялись. Но я просто чувствую себя счастливой. И мне даже кажется, что я начала слышать Отца, Духа Святого. И мне это так нравится. И пасторов Андрея Солей я так сильно люблю. Простите за длинное повествование. Уж очень долго не решалась. Надежда. Я сегодня отправила в купальню, что моей бабушке плохо. Вчера приезжала скорая. Это в городе Рим, Италия. И хоть бабушке было очень плохо, но я не отдала ее в больницу. Решила, что молитвами поставлю ее на ноги. Еще отошлю в купальню и все будет хорошо. Три часа назад она едва сидела. А после молитвы бабушка начала смеяться, разговаривать. Температура упала уже 36,6, а была 38,7. Слава тебе, отец! И спасибо нашим ходатаям! Ася. Вчера к вечеру начала болеть десна. К ночи опухла. Потом я поняла, что под коронкой болит зуб. Отправила просьбу о молитве в купальню. Потом догадалась включить молитвы Андрея. И в течение часа все прошло. Утром проснулась, боли нет. Правда протез надела с трудом. Он не вставал на место. Но к выходу на работу встал как надо. Спокойно поела. Сейчас уже половина третьего дня. И у меня нет дискомфорта с протезом. И нет никакой боли. Слава Богу! Спасибо, дорогие ходатая! Спасибо, пастор Андрей, за молитвы. В моем храме зубы возвещают о славе Божьей. Я не верю, я знаю. Ажар. Сегодня слушала радио «Наши». И слышу одно свидетельство, как сестра постоянно пыталась мужу своему говорить, что он сын Божий. Про молитвы и про Андрея. А он ее не воспринимал никак. И только ссорились они. Я вначале тоже пыталась изменить своего мужа. После долгих поисков Бога я пришла в ислам. И три года по пять раз в день молилась. Но какого-то умиления и любви Бога не видела и не чувствовала. Меня как-то не устраивало это. Но чувства, что есть Бог, не покидали меня. Вера в Бога у меня с подросткового возраста. Вот это время пришло. И мне рассказала двоюродная сестра про Андрея. Я просто как голодная набросилась на все эфиры, была включена во все чаты. Помню, еле дождалась курса «Созерцательная жизнь». И когда я вышла из ислама и начала слушать Андрея, муж мне говорит «Ты что, веру поменяла?» Я ему ответила, что Бог один для всех. Он, конечно, со мной не согласился. Я перестала ему что-либо говорить. А сама углубилась в помазание. Изливала на мужа помазание. Садились кушать, а я рот прикрывала салфеткой и говорила, что мы едим помазание и пьем помазание. Поняла, что его менять не стоит. Тем более он говорил «Я атеист, и тебе меня не изменить». А сейчас я вижу, как он круто изменился, стал спокойней по характеру, даже не замечает за собой, как он чаще говорит «Слава Богу, а не слава Аллаху». Я принимаю причастие за всех, заместительное, ведь они же все во мне, в моей внутренности. Вот так, без напряга, моя жизнь изменилась, и в моей семье происходят большие перемены. Аллилуйя! Благодарю тебя, Отец! Отец, ты такой Отец! Благодарю Отца за Андрея, Олю и всю небесную цивилизацию. Людмила! Хочу прославить моего Отца за все исцеления мои. Спасибо тебе, мой потрясающий любящий Папа! Вчера, во время эфира, после свидетельств, когда началась молитва, и пастор высвободил, что видит Ангела Огня, я это приняла, стала благодарить и признаваться Папе, как его люблю, и сразу погрузилась в атмосферу единения с ним. Везде он, внутри и кругом. Слезы текли от такого состояния, такое страстное было признание, действительно огненное. До эфира я мерила давление, потому что болела голова. Было повышенное. И благодаря ему, находясь в этом, я вдруг замечаю резкую перемену в голове. Стало так легко, как прохладные потоки потекли. Так хорошо стало. Во внутренности ощущала тоже прохладу. Со мной такое впервые, с головой и давлением, чтоб от молитвы пришла свобода. Раньше сбивала только дыханием, без лекарств, это уже железно, проверено, действует мощно. А тут другое. Поэтому, думаю, надо по мере давления проверить. Мерю давление в норме. Для меня это маленькое чудо. И удивительно, и славно, что головная боль прошла. Именно через молитву я в восторге. Раньше у меня не очень получалось верить легко и быстро. И еще маленькое чудо, от которого я вообще просто в восторге. Раньше, в детстве, в молодости, не страдала по-сладкому. Ну, одну-две шоколадные конфетки могла скушать. Не зависела от этого. Но последнее время, года полтора, подсела на шоколадки, начиная с маленьких. Потом этого стало недостаточно. Ставки повысились, тортики пошли с пирожными. Я уже хочу бросить это все, а не могу. И особенно моя такая тяга это съесть на ночь. Вчера после окончания эфира я подхожу к столу, смотрю на свои сладости, а у меня внутри больше к ним нет тяги. Сегодня захожу в магазин, и мне все равно. Слюньки не потекли. И я не купила. Ура! Такая благодарность тебе, папа! Это произошло само, легко, без усилий. Это просто для меня решение проблемы серьезной. И здоровье, и финансы. Эфир потрясающий. Я вчера ощутила это пограничное состояние. И ходила так, не хотелось выходить из этого. Спасибо большое, любимые Андрей и Оля. Вы делаете меня счастливой и успешной. Я так радуюсь. Обнимаю и люблю вас. Самые невероятные сыны отца. Благословляю вас. Марина. Перед Новым годом, с начала ноября, я умудрилась заболеть даже два раза, но болела не более трех дней. Новый год решили с детьми праздновать у нас, в деревне. Ставшая дочь из Казани с семьей и младшая из Костромы. Но заболевает дядь в дороге. Температура 38, боль в горле. И внучка не чувствует запахи, боль в горле. А я с ней вместе должна спать. Короче говоря, вирус подкосил всех. Тогда я одеваюсь в защитную одежду, пропитанную кровью Иисуса, понимая, что по-другому уберечься не получится. В итоге у зятя через день ни температуры, ни боли в горле. И у внучки все отлично. И, конечно же, у меня все отлично. Вирус уничтожили, и все здоровы. Следующее свидетельство о моем внуке Георгии. В феврале ему исполнилось три года. Он не по годам умный и смышленный. В два года он свободно разговаривал сложными предложениями, задавая очень умные вопросы. Но этим летом произошла в их семье плохая ситуация. И через несколько дней внук перестал говорить, как будто замкнулся в себе. А если что-то пытался сказать, то не мог выговорить, заикался. Я стала молиться, созерцательно представляя его как прежде, веселым и говоруном. И через три месяца он полностью восстановился, хотя врачи не могли понять, что это такое. Дочь лежала с ним на обследовании, но никаких утешительных прогнозов не было. Слава отцу! И огромное спасибо Андрею с Олей. Елена. Хотела засвидетельствовать и поблагодарить всех ходатаев за поддержку в молитве. И спасибо папе. У мужа и у сына нормализовалась температура, и все хорошо. Спасибо, родные. Спасибо папе за Андрея и Олю. Спасибо за открытие глаз. Когда я пришла в небесную цивилизацию, у меня все в жизни было по-другому. Теперь есть радость, жилье и покой. Миллион раз спасибо большое отцу. И главное, я бросила лопату. Спасибо вам, родные. Ирина. Сегодня проснулась от того, что кошка Симба поцарапала мне голову. Я вернула время за пять минут до того, как это произошло. И все перестало палеть. Вечером я вскипятила чайник, сделала себе калорийный коктейль и поставила чашку на стол. Но моя дочь Софья дотянулась и облилась. Обожгала ручку и ножку. Я дрожащими руками стала возвращать время. Потом помолились вместе с одной сестричкой и также вернули время. Я лила помазание. И в течение десяти-пятнадцати минут краснота на глазах сошла. Вышла вечером в магазин. Было скользко. Упала на правую ногу. Говорю уверенно, что кости праведника не сокрушатся. И боль тотчас прошла. Благодарю пастора Андрея за его учение. Все работает, только надо практиковать. Айдай. В понедельник во время эфира пастор Андрей молился за исцеление. Когда он молился за исцеление кожи головы, он говорил, что зуд проходит, и кожа головы исцелена. Я приняла это для дочки. Позвонила дочке, сказала, что кожа ее головы исцелена. Вот сегодня ровно неделя. Зуда нет, кожа головы чистая. Дочка удивляется и радуется. Слава отцу! Аллилуйя! Наталья, дорогие мои небесные друзья, Я, братья и сестры, хочу принести славу небес для слушающих. Очень давно не свидетельствовала. На самом деле всегда собираюсь, но откладываю на потом. Вы знаете, у меня не получается приехать в Турцию по многим причинам. Девочки-подростки и Алина, непростой ребенок. Но я была там с вами. Я видела эти ваши танцы и танцевала. Да так танцевала, что муж говорит, Я сегодня посплю, как ты думаешь? Сестричка, которая была там, говорит, Наташа, я тебя погружала в чрезвычайную жизнь. А я знаю, я смотрела, я реально там была. Теперь о чрезвычайной жизни. Наша семья перешла хоть и немного, но на другой уровень славы. Что дети не попросят, все получают. Я уже даже спрашиваю, Бурьер откуда, от кого? Так я запуталась уже в этих их подарках. Алина мечтала спеть песню уже два года. У нее это получилось. Спела со своими сестрами на большом концерте-мюзикле «Верьте в чудеса». Они стали лауреатами второй степени и едут в Питер на фестиваль. А мне просто в интернете приходит информация, что можно поучаствовать в проекте «Экология – дело каждого». Очень быстро пришла идея, как нужно все сделать. И в конце написано «Ваша мечта». Я под каждой написала «Путешествие всей семьей на море». Когда писала, прямо созерцала это. Дети на самом деле мечтали об этом. Они долго верить не могут. Верила я. Потом все как-то забылось. Было много чего-то другого. И вот 30 декабря мне звонят из министерства и говорят. Поздравляем! Вы выиграли гран-при. Поездка для всей семьи в Сотсе на море на шесть человек с проживанием в отеле «Жимчужный». Я чуть не упала. Включила телефон на громкую связь, чтобы муж услышал. Через два часа я умудрилась забыть подробности, которые он мне потом озвучил. Вроде бы обычный проект, небольшой видеоролик, и рисунки, и такой очевидный успех – нет слов просто. Не понимаю, как у нас строится дом, но на котел я хотела брать кредит. И тут он уже стоит, без кредита, стоит уже. Еще я нечаянно упала и получила небольшой перелом в плече. Но все же гипс есть гипс. Но через три дня у меня возникло желание его снять, как я и молилась. Сняла через три дня. Нет ужасной боли. Я все почти делаю по дому. Хотя шесть лет назад, когда забрали Алину из детского дома, я хотела везти ее по Домск, чтобы за нее помолились братья. И я точно так же получила травму. Очень долго не могла получить исцеление. После гипса была реабилитация, рука не поднималась. А здесь такое ускорение. Просто невероятно. Я тут слушала Андрея, и на меня такая слава сошла. Сначала позиция, а потом состояние. Так накрыла, а потом причастие следом накрывала. Мы уже умерли. Смерть не имеет уже над нами власти. Она побеждена нетлением. Аллилуйя! В общем и в целом я уже вошла в чрезвычайную жизнь. А что еще будет? Елена! Хочу засвидетельствовать о чуде, которое произошло со мной. Я ела очень много хлеба, и без него я вообще не могла садиться за стол. Я переживала состояние своего тела и понимала, что оно страдает. Я в простоте обратилась к отцу и высвободила свое желание об ограничении хлебопулочных и кондитерских изделий. И вот, свершилось! За неделю я съела всего лишь кусочек хлеба, и я обрела свободу. Смотрю и не хочу, и рука не тянется, как раньше за очередным куском хлеба или печенькой. Это классно! Состояние потрясающее! Мое тело ликует! Благодарю тебя, отец! Светлана, я тоже сегодня пересматриваю курс Меч Соломона. Мне удобно смотреть на ютубе. И пересматривая второй урок, вспомнила, что месяца три назад у моей дочери сверхъестественно закрылся кредит, который тянулся лет семь. Она пошла в банк договариваться, и ей сделали график выплат. Но она внесла всего два взноса, и пришло сообщение, как госуслуги, что никакой задолженности у нее нет. Аллилуйя! А ведь она даже вообще не в курсе нашей небесной цивилизации. Вот так отец решает не только наши проблемы, но и проблемы в нашем близком окружении, проблемы наших детей. Спасибо, Андрей и Оля, за все ваши проекты, за все, что открываете нам в царского стола. Слава отцу! То ли еще будет, чрезвычайная жизнь только начинается. Марина, хочу прославить отца. Вчера мы собирались, чтобы помолиться, и во время молитвы и прославления я молилась отцу об исцелении. И сегодня я также слушала нашего пастора Андрея, и Господь меня исцелил. У меня уже, наверное, полгода болела пятка, и я не могла наступать на нее. Ноги болели из-за варикоза, а еще копчик болел. И вот я исцелена, боли нет. Слава отцу! Галина, хочу поделиться свидетельством. Муж неожиданно заболел. Ночь не спал, температура высокая. А утром говорит, пойду на улицу, свежим воздухом подышу. А я в это время включила молитвы Андрея. Муж пришел и говорит, мне легче стало. Температура стала снижаться до нормальной. А сегодня он уже был на работе. И я смотрю, ему действительно становится все лучше и лучше. На работе его спрашивают, вы что, заболели? А муж говорит, нет, я выздоравливаю. Жанна, дорогие, я новенькая, неделю всего с вами. Хочу кое-что рассказать. Летом меня дважды клали в больницу с сильным кровотечением. Оба раза вычищали и обнаружили миому величиной как бы в 12 недель беременности. Сразу врачи сказали, будем удалять матку. Я столкнулась впервые с этим и испугалась. Молилась обычными молитвами, как всегда. Но у меня есть сестричка из НЦ. И когда я попросила поддержать ее в молитве, то она мне отправила видео, где Андрей и Ольга молились за исцеление. Я сначала не хотела смотреть. Но потом Бог дал мысль, что если я посмотрю, разве будет хуже? И что других вариантов у меня уже нет. Я стала смотреть и положила руку на живот, в область матки. И рука стала горячая-горячая. Я принимала мое исцеление и верила в него. Через два дня делали повторные УЗИ. И уже миома была не 12, а 5-недельной беременности. Слава Господу! Меня выписали и не удаляли матку. А сейчас я с вами и смотрю все, что успеваю. Я перехожу из славы в славу. Спасибо, дорогие наши, Андрей и Ольга. И отдельное спасибо той сестричке, милочке, за то, что она подталкивала меня к вам постоянно. И сейчас еще одно свидетельство напишу. Вот мое второе свидетельство. Два дня назад моя мама, ей 71 год, позвонила и сказала, что у нее снова болит сильно голова и высокое давление. И так каждый день. А у нее в 2006 году был инсульт. И я всегда за нее переживаю. И тут я вспомнила, что видела в чате, как одна сестра писала про дыхание, когда болит голова и давление высокое. Я маме все прочитала по телефону и сказала, чтобы она попробовала подышать так 10 минут. Я верила, что поможет. Спустя полчаса мама мне позвонила и сказала, что все прошло. И она даже не пила таблетки. Мы с ней так благодарны вам, драгоценные наши, Андрей и Оля. Слава Господу! Светлана. Семья. Делюсь чудом. Много лет страдала желудком. В прошлом году делала гастроскопию, нашли множественные эрозии, слизь и еще много чего. Лечения в принципе не было. Специалистам в нашем городке нет. Год прошел, легче не становилось. Перед Новым годом записалась на повторную процедуру у частных врачей. Но попалась запись, где Андрей говорил про намоленные вещи. А еще он сказал, зачем куда-то ехать, сложите вещи на экран. Я положила футболку от пижамы, носила потом ее, не снимая. И очень верила, что это мое исцеление. Одновременно молилась. Отец, исцели! Сегодня пошла опять на гастроскопию, а внутри у меня ничего нет, все чисто. Это просто чудо. Отец, спасибо, миллионы раз. В голове не укладывается. Андрей, Оля, вы чудесные. Я в восторге от вас, от вашей божественной силы. Любовь течет с престола и от вас. Спасибо, родные. Ирина. Я два дня назад не спала ночью. И всю ночь благодарила отца и прославляла его. Утром мне звонит по телефону врач и говорит, что у моей сестренки обнаружили ВИЧ-инфекцию. Я была в ужасе. Я стала противостоять этому диагнозу, созерцать и говорить, что это ошибка, что результаты анализа будут отрицательны. Так я ходила и высвобождала. Созерцало здоровое тело. Анализ отрицательный. Потом просила молиться ходатая. Сестренка сдала кровь. Сейчас пришел ответ анализов. Отрицательный. Вы не представляете, как я славила и благодарила отца. Это такая слава сошла на меня. Благодарение отцу. Андрей, Оля, я так вас люблю. Спасибо вам за все ваши школы, пророчества, учения, молитвы. Спасибо отцу за вас. Я благословляю вас и вашу семью. Продолжайте. Вы так нам нужны. Мария. Хочу поделиться. Еще не слушала курс Меч Соломона, но всем сердцем верю, что это сильно. Просто принимаю откровения, которые слышу сейчас и наполняюсь радостью. Радость, что отец наш такой чудный и любит благословлять сынов своих. Мы месяц назад сделали расчет в налоговую и должны были получить определенную сумму назад, как нам рассчитали. Говорю мужу, как здорово, что мы получим деньги. Он мне говорит, подожди радоваться, кто знает, что они нам насчитают. Я ему отвечаю, что буду радоваться. Это больше, чем деньги. В итоге мы получили в два раза больше. Слава Богу за радость и за финансы. Светлана. Хочу преломить свое исцеление от цистита. Сегодня на вечернем зуме ходатая я начала практиковать дыхание. Подышала раз семь с задержкой дыхания при вдохе. И прямо сразу ушли неприятные декорации. Ощутила легкость. Аллилуйя, слава отцу. Благодарю нашего дорогого Андрея за все учения, за все курсы. Дыши, сынок, дыши. Ирина. Хочу оставить свидетельство. Вчера оплачивала деньги за обучение 21 тысяча рублей. В тенге 116 тысяч. Их дали в подарок, чтобы облатить обучение дочери. Стою возле банкомата и говорю. Папа, проявись и покажи чудо. Пусть эти деньги мне вернутся в этой же сумме. Об этом желании я рассказала детям. Точно верила, что папа даст подарок. Оплата за обучение вчера прошла. А сегодня на мою карту поступило ровно 21 тысяча рублей. С картой незнакомого мне человека. Я точно знаю, что это от отца. Я их сняла и так радовалась. Так восхваляла отца, что в кафе, где мы сидели с другом из НЦ, появился охранник. Видимо, меня успокаивать. А моей радости не было предела. Я благодарила отца в полный голос. Кричала на все кафе. Аллилуйя! После поехали в другое кафе отмечать это торжество. Пишу свидетельство в радости. А время 2.20 ночи. А мне и спать не хочется. С отцом радуюсь. Еще когда в банке вчера оплачивала обучение, у меня не хватило денег. И мне сам менеджер в банке без моей просьбы доплатил недостающую сумму. Она хоть и небольшая, но сам факт, что папа дал подарок. Теперь моя жизнь наполнена каждый день подарками и поступлением на карту из разных источников. Я так хочу. И так будет всегда. Так как я и отец одно. Благодарю отца за щедрые нетленные финансы. И преломляю. Принимайте. Подаренные от папы 21 тысячу рублей я направила на поездку на школу Павла 2. Аллилуйя! Тамара. Хочу поделиться папиными чудесами. Во время эфира в понедельник испытала сильное присутствие Духа Святого. Меня качало так, что думала упаду. Держалась за стул. Давно такого не было. Потом ощутила, что кто-то прикасается к левой руке выше локтя. И не сразу поняла, что это отец. Своей рукой нежно обхватил мою. Ощущение «Я с тобой. Всегда рядом». Радость, благодарение наполняло меня в этот вечер. И вспомнила, что в прошлый эфир 8 января, когда молились Андрей и Оля, исцелилась шея. И избавилась от декорации в носу. В одной из ноздрей по утрам обнаруживала засохшую кровь. А на следующее утро и до сих пор все чисто. «Аллилуйя!» Еще одно чудо Господь совершил. После некоторых декораций я похудела на 16 килограммов. Потом немного поправилась, и мой вес на протяжении 5 лет был неизменным – 44 килограмма. Когда мы начинали практиковать дыхание на молитве по утрам, я заметила, что у меня появился аппетит, и одежда стала тесновата. Пошла на весы, и, о чудо, поправилась на 5 килограммов. Но говорю, папа, больше не надо, а то придется весь гардероб менять. Я очень благодарна, что я в НС, где все реально происходит. Благодарю всех служителей, админов, ходатайов за мощное посвящение. Люблю всех! Наталья Свидетельствую о славе, силе и любви нашего Отца Небесного. 30 декабря 2023 года ходатайи молились о моем плече. Я упала на улице. Диагноз – осколочный перелом со смещением шейки левого плеча. Сказали после праздников операция. Позвонила ходатая, молились о чуде и силе и славе Отца. И 15-го числа произошло вот что. Приехала на прием перед операцией. Старых снимков не смогли найти. Ни у врачей, ни в компьютере. Пришлось делать новые. На снимке показано смещение всего на 1 миллиметр. И все! Операцию отменили. Вот такой у нас Папа! Любящий и всемогущий. Он может все. Спасибо ходатаям. Аминь. Галина. Дорогие наши пастора Андрей и Оля. Вчера пришла с работы. Сходили с мужем погулять. И вдруг резко завалила спина. Еле пришли домой. Я легла и включила молитвы Андрея. Он молился за исцеление позвоночника. Я в последнее время как не включу молитвы. Там все за позвоночник. Дослушала до конца. И боль как рукой сняла. И сустав перестал болеть. Я бодро встала и пошла готовить ужин. Спасибо вам за ваш труд. Господу спасибо за вас. Как это чудесно! Вероника. Думаю, это хорошее свидетельство. Не знаю, как в других странах, а у нас в Германии, каждый обязан в начале года делать перерасчет. Отчитываться за свои доходы и расходы у некоего учреждения. А они решают, много или мало. Взяли у тебя налога. Затем либо возвращают, либо еще присылают счет. В общем, один человек делает это за меня. И задает мне вчера такие вопросы. За ремонт машины сколько потратила в 2023 году? Отвечаю, нисколько. А на врачей сколько? Нисколько. А за отопление? Всем повысили на 40%. Нисколько. А за электричество, воду? Нисколько. Даже вернули небольшую сумму. И при этом у меня всегда плюс 25 градусов в квартире. И тут мне стало смешно. Надеюсь, что, как и в прошлые годы, что-то вернется. Как раз к школе Павла. Ну и как здесь не повысить даяние? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова